Виталий Матюшин и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а поэтому выпуск будет многоплановым, насыщенным и интересным. Коротко о главном. Вектор движения задают те, кому не все равно. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук встретился с брещанами. Живое общение получилось насыщенным, емким и острым. Без хлеба сыт не будешь. О дне сегодняшнего лидирующего предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских изделий области, открытого акционерного общества «Берестейский пекарь» в материале корреспондентов программы «Итоги недели». Новый творческий сезон Брестский театр «Кукол» откроет в новом здании. Редкие кадры и эксклюзивные интервью только для зрителей программы «Итоги недели» записала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Об этом и не только. Прямо сейчас. Сегодня председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, руководство областного центра, а также представители депутатского корпуса встретились с неравнодушными горожанами. Вектор движения задали те, кому не все равно. В рамках встречи каждый смог озвучить интересующие вопросы и получить компетентные ответы, высказать свои предложения и идеи. Открытый диалог не ограничивался ни временем, ни темами. Живое общение получилось насыщенным, емким, а также достаточно острым. Уже после встречи мэр города в своем интервью с журналистом отметил, что удовлетворен встречей, а также подчеркнул, что такой формат работы с людьми будет продолжен. Большой разговор получился достаточно насыщенным и открытым. Об этом говорит количество озвученных вопросов. Порядка 80 тем волнующих горожан прокомментировал городоначальник. Приоритеты – благоустройство, реконструкция дорожного полотна, монтаж остановочных пунктов, развитие транспортной инфраструктуры в новых районах. И если в предыдущие встречи люди больше сетовали на свои личные проблемы, то теперь все чаще разговор шел о том, что волнует в целом город. Были и благодарности, и конструктивная критика, были и темы, которые в ближайшее время возьмут на карандаш. Что касается выезда на Гузнянский мост альтернативного, да, я скажу честно, я держал это в очень долгом ящике, понимаете. Вот теперь, в принципе, уже есть необходимость в силу строительства в этом районе к этой теме опять подойти. Вот этот вопрос, который для меня был такой хороший подталкивающий вопрос. Что касается других моментов благоустройства, наверное, все мы это держим на контроле. Вопрос ресурсов, вопрос очередности. Что касается качества питьевой воды, качества вообще воды, которая идет в дома, это недопустимо. Вот здесь в какой-то мере это для меня очень такой звоночек серьезный. Посмотреть сети, посмотреть коммуникации в центральной части города и жалобы на качество воды, это просто для меня очень серьезный звоночек. Вот здесь надо смотреть, потому что вода – это здоровье, это комфорт, это очень важно, именно базовое понятие здоровья. Особый блок вопросов был посвящен программе «Тысячелетие», в рамках которой было сделано много для развития городской инфраструктуры. Как заверил Александр Рогачук, благоустройство и строительство в городе продолжится и после проведения праздничных торжеств. В рейс по-прежнему ждет интересных инвесторов. В областном центре достаточное количество площадок, которые можно и нужно развивать. А интересные предложения поддерживать. Активнее стали и горожане. Все больше стали звучать предложения людей о решении тех или иных проблем. Градус доброжелательности, мне кажется, на этой встрече вырос существенно. То есть люди стали более доброжелательные, нет такой агрессии, что вот мы, вы и между нами какой-то барьер. Главная задача подобных открытых диалогов – выработать совместную стратегию работы представителей вертикали власти и горожан по развитию Бреста и его инфраструктуры. Открытый формат бесед позволяет услышать большое количество мнений, которые впоследствии лягут в основу судьбоносных решений для города. Практика проведения подобных встреч будет продолжена. Съемочная группа Бук-ТВ уже готовит большой материал по итогам встречи Александра Рыгучука с Брещанами. Мы не ограничимся только встречей в Доме культуры профсоюзов. Команда корреспондентов попытается, так сказать, копнуть глубже. Так что смотрите новые выпуски программы Букинформ. Хлеб всему голова, хлеб-кормилец, без хлеба сыт не будешь. Такое уважительное отношение к хлебу заложено в белорусском народе испокон веков. Традиционно для нас это самый важный продукт на столе, а пекарь – особая профессия. Еще наши прадеды считали, что печь хлеб могут только добрые люди, чистые душой и помыслами. С течением времени ручной труд мастеров выпечки заменили машины и новые технологии. Но трепетное отношение к главному продукту стола, к его видовому разнообразию и традициям приготовления сохранилось и по сей день. Ярким примером тому является лидирующее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий области – открытое акционерное общество «Берестейский пекарь», где и сегодня чтут традиции, дошедшие из глубины времен, качественно объединяя их с возможностями новейших технологий и современного оборудования. О дне сегодняшнего большого коллектива «Берестейского пекаря» расскажет Наталья Луговкина. 20 июля отмечается пока еще молодой, но очень интересный праздник – Международный день торта. Мы не смогли обойти стороной самый сладкий день года, и именно поэтому сегодня отправились на одно из ведущих предприятий города – «Берестейский пекарь», чтобы своими глазами увидеть весь процесс создания любимого десерта и рассказать о буднях пекарей Бреста. Кондитерские изделия «Берестейского пекаря» вызывают большой интерес у брещан и гостей города. Их разнообразие способно удивить любителей десертов из разных точек земного шара. И все же основной вектор работы предприятия сориентирован на главные события в жизни брещан. Свадьбы, дни рождения и значимые даты не обходятся без продукции предприятия. Особое внимание здесь уделили и празднованию тысячелетия любимого города, подготовив специальную линейку продукции. В этом году нашему любимому городу исполняется круглая дата – тысячи лет. Мы также «Берестейский пекарь» поздравляем всех жителей и города Бреста с этим праздником. И в честь этого мероприятия не могли обойти его стороной, и подготовили продукцию в праздничном оформлении. Это представлено у нас в 10 позиции как хлебобулочных и кондитерских изделий. Торт «Авангард» с цветной печатью видов города. Сладость мучная, волшебная, с символикой Бреста. Пряники, хлеба и батоны уже радуют и напоминают жителям города над Бугом о приближающемся юбилее. А классический и всеми любимый торт «Берестей» в исполненном праздничном оформлении с использованием пищевого фотопринта и нанесенном логотипе города займет центральное место на любом столе. Самое главное, что он упакован в экологическую упаковку, которая сейчас очень пользуется популярностью. Такой новый тренд – это экология. Все за ней следят. И мы также совместно пытаемся идти в ногу со временем. Коробка уникальная. На ней нанесены наши лики города Бреста, символы нашей тысячелетия. Она позиционируется душой, теплом нашего любимого города. Душа и тепло – бережно сохраненные традиции, вложенные в каждое изделие предприятия, манящие аромат и непревзойденное качество продукции, являются выражением любви брестских пекарей к своим землякам. Ведь пекарь должен быть позитивным, ответственным, но и добродушным, во-первых. Это главное, наверное, с душой. Когда настроения нету, совсем не та работа. Поэтому надо стараться, чтобы было всегда настроение. Когда есть настроение, тогда все получается, во-первых. И все отдается с позитивом, с настроением. И так было с самых истоков создания. Начиная с пяти человек, которые выпекали хлеб для жителей Бреста в 20-х годах 20-го века, так есть и сегодня, когда создают этот продукт 2080 человек. В Берестейский пекарь входит семь филиалов, расположенных по всей области. Они лидеры среди областных регионов по количеству производимой продукции. Сегодня акционерное общество Берестейский пекарь – это один из крупных производителей как хлебобулочных изделий, так и кондитерских изделий. Среди областных объединений такого же плана, как и мы, сегодня у нас за первое полугодие самые большие в республике объемы хлебобулочных изделий. И самые большие объемы, мы вышли на первое место и по кондитерским изделиям. Быть лидером – значит быть новатором, соответствовать всем требованиям современного времени и потребительским качествам производимой продукции. За первое полугодие предприятие произвело более 2000 тонн кондитерских изделий и более 22 тысяч тонн хлебобулочных. Такой результат укрепил лидирующие позиции берестейского пекаря в республике. Но тенденции развития современного рынка диктуют свои условия, а потому предприятие не останавливается на месте, переориентируя направление работы и расширяя географию экспортных поставок. Сегодня цифры у нас на экспорт за год составляют более полутора миллиона долларов. География, ну конечно основной рынок сбыта – это Российская Федерация. Мы доехали до Соединенных Штатов Америки, до Новой Зеландии со своей кондитерской продукцией. Поставки осуществлялись в Грузию, в Германию, в Евросоюз. Вот, поэтому, ну, география достаточно широкая. Хлеб, печенье и пряники, торты и пирожные, ковришки и кексы – небольшая часть из-за разнообразного ассортимента продукции предприятия. На протяжении 95 лет «Берестейский пекарь» обеспечивает Брещан самыми вкусными и качественными хлебобулочными и кондитерскими изделиями, бережно сохраняя традиции прошлого. На временем торт, которому приложила руку я, уже готов. Пора пить чай. «Берестейский пекарь» приглашает. В год тысячелетия Брест качественно меняет формат. Новые арт-объекты активно оживляют улицы города, добавляя им шарма и изыска. Идеи не только Брещан, но и гостей из-за рубежа. В год миллениума они стараются преподнести самые изысканные подарки. Сегодня перед архитекторами стоит важная задача – использовать все возможности для того, чтобы подчеркнуть городские изюминки, дополнить архитектуру областного центра такими малыми формами, которые пополнили бы туристическую карту областного центра и сделали бы культурную столицу СНГ еще более яркой и многогранной. О планах и перспективах Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Городская среда – понятие, детальному изучению которого сегодня уделяется большое внимание. Ведь от того, насколько комфортно человеку в окружающем пространстве, зависит его психологическое самочувствие и, как следствие, эффективность труда. В последние десятилетия архитекторы областного центра активно изучали зарубежный опыт планирования и пришли к выводу. Будущее Бреста – за хьюги. Известная скандинавская философия о комфорте, уюте и гармонии с собой может быть применима даже в условиях урбанизации. Мы сегодня, например, разработали со студентами технического университета концепцию, как очистить улицу советскую, либо ее причесать, привести в порядок, например, в отношении рекламы. Много уделяется очень внимания сегодня благоустройству, озеленению. Появляются, ну я, наверное, скажу без преувеличения, что у нас ежегодно прибавляется в городе сквер, появляется, а то и два. Набережная, городской сад, озеленение, например, по Волгоградской, северный городок, сквер Библии, сейчас есть эскиз сквер Пушкина. Быстрые темпы строительства жилья не всегда позволяли уделять больше времени креативности, разрабатывать проекты необычных зон отдыха и парков, площадок для детей. Сегодня это время настало. Все больше в Бресте становится интересных мест, где с удовольствием и не раз бывают не только горожане, но и туристы. В рамках подготовки города к тысячелетию список арт-достопримечательностей активно дополняют новые. В числе последних композиции у центра Брест деловой с изображениями национального орнамента, герба города и эмблемы миллениума, солнечные часы на набережной, необычный календарь у железнодорожного вокзала. Все это вносит в архитектурное пространство новые яркие нотки. Благоустройство такое средовое, оно создает уют. Уют и какой-то, может быть, комфорт и внимание к деталям, к среде. Есть такое целое направление дизайна архитектурной среды. Поэтому вот мы работаем в этом направлении. В год тысячелетия свое внимание Бресту стараются оказать и гости из-за рубежа. Так как тысячелетие областного центра совпало с 220-летием со дня рождения выдающегося классика Александра Пушкина областной центр от российских коллег получил сразу два памятных подарка. Бюст поэта, увидеть его можно в фойе библиотеки, носящей имя классика, а также памятник. Его совсем скоро установят у стен Пушкинского университета. Делегация из Ингушетии предложила помощь в реконструкции парка в микрорайоне Южный. Проектной документации сейчас проходит утверждение. Необычный подарок подготовили дипломаты Казахстана. Посольство Казахстана от города Нур-Султан хотят подарить городу композицию «Байтерек» – «Дерево жизни» – это символ Казахстана, Астаны, Нур-Султана, который стоит в центре города. И мы планируем его установить в одном из колец на бульваре космонавтов, тоже как напоминание о дружбе с казахами. Таким образом, Брест вновь становится местом встречи разных народов и национальностей, так же, как это было много лет назад. О поле конфессиональной дружбы, продолжавшейся столетиями, сегодня говорят надписи, найденные недавно при реконструкции домов по улице 17 сентября. Их реставрацией занимается руководитель областной организации художников Павел Рябов. На первых этажах находились различные мануфактуры и магазины с вывесками на польском и идиш. Была сначала кирпичная стенка, потом она была побелена каким-то одним цветом, потом было разукрашено, не разукрашено, разлинеенные кирпичи были. То есть, так немножко смешно даже, разлинеенные кирпичи по побелке. Потом следующая побелка. То есть, каждый хозяин, видно, под себя делал это все для себя. И потом на каком-то слое возникли эти надписи рекламные. Но это тоже не все. Они периодически менялись. Видно, хозяев магазином менялись. То есть, там заметно, что разные наслоения, разные буквы там где-то. Работа просто чисто исследовательская, очень интересная. Скорее всего, надписи на домах были сделаны сажей с добавлением специальных ингредиентов, которые позволили вывескам сохраниться до наших дней. Участки закрашивать не будут, а ставят как историческую память, как арт-объект, связь прошлого и настоящего в обычной городской среде. Конечно, все сохранить фрагменты, наверное, это нереально, и, наверное, не было смысла в этом. Но, по крайней мере, показать, что этот период истории у нас был, что эти существовали магазины, эти надписи были рекламные. Я думаю, что это очень здорово, это правильно. Чуть больше месяца отделяют горожан от большого события – празднования тысячелетия, путь к которому был непростым, но очень интересным. На всех этапах своего становления Брест развивался и менялся в соответствии с требованиями времени и при этом оставался открытым и дружелюбным для гостей. Этот же посыл перейдет с ним и в новое тысячелетие. Новый творческий сезон, который, к слову, стартует уже в сентябре, Брестский театр «Кукол» откроет в новом здании. Величественный корпус на Ленина совсем скоро примет в своих стенах поклонников и ценителей настоящего искусства. Стоит отметить, что театр «Кукол» в таком формате единственный в стране. Многофункциональное здание площадью 12 тысяч квадратных метров имеет большое количество ресурсов, что позволит не только хозяевам сцены разбавить палитру постановок дополнительными спецэффектами, но и даст шанс принимать интересные спектакли из-за рубежа. В эти дни в новом здании театра строители завершают отделочные работы, занимаются наладкой оборудования. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая смогла побывать внутри и оценить первые результаты большой работы. Редкие кадры и эксклюзивные интервью только для зрителей программы «Итоги недели». Более полувека судьба театра «Кукол» неразрывно связана с жизнью областного центра. Ни одно поколение брещан выросло на сказках о добре и зле, о предательстве и дружбе, милосердии и искренности, о том, что делает человека человеком, воспитывая его как личность. Но время идет, и для того, чтобы удивлять и завораживать зрителя, нужно экспериментировать, привносить в постановки больше интересных технологий. Именно этот факт больше 10 лет назад лег в основу проектного решения нового здания театра. Задумка архитекторов казалась чем-то нереальным. Строителям пришлось изрядно поработать, чтобы сегодня жители и гости города смогли наслаждаться видом уникального как для Беларуси, так и для стран постсоветского пространства объекта. Величественный фасад нового театра «Кукол» с большим входом и роскошными гранитными ступенями уже давно манит брещан заглянуть внутрь и посмотреть, что же скрывают его огромные стены. Первым встречать гостей, ценителей истинного искусства и детей будет большое просторное фойе. Сегодня оно уже практически готово. Строители завершают последние ремонтные работы. Здесь также будут проводиться различные мероприятия и праздники. Просторное фойе – это только первая встреча с тем, что существует в уникальном здании. Оно станет многофункциональным комплексом. Кроме помещений для актеров и специалистов обслуживающего сектора, здесь заработают собственные обувные мастерские, ателье по пошиву костюмов, музей, детские студии, кафе. Но главная достопримечательность – это, конечно же, сцена, все механизмы которой будут управляться в несколько кликов на интерактивном мониторе. Она общая для двух залов. И в этом есть свой плюс – можно регулировать глубину. Вопросов много, потому что объект находится в завершении. Мы отрабатываем все моменты эксплуатирующей организации. Все будет сделано качественно, вовремя и в срок. Большие зрительные залы – 233 места, ведут три входа. Здесь уже установлены кресла-трансформеры. Особый знак внимания для маленьких посетителей. Предусмотрены специальные условия для просмотра спектакля людьми с особенностями развития. Удобные кресла, мобильная сцена, необычная подсветка – все это даст и детям, и взрослым возможность сделать свой отдых незабываемым. Он единственный в Беларуси. И не только в Беларуси. Я думаю, что в России таких объектов может быть один. Очень сложный, большой. Но будем справляться сообща. Я думаю, что мы еще много будем с вами сотрудничать. Так что милости просим в сентябре. И больших, и маленьких. Будем рады встретить и мы. Будут рады и наши, те, кто нам построил это, чтобы каждый здесь себя чувствовал комфортно и нашел, собственно, по интересам какое-то дело, увлечение. Несмотря на то, что театральный сезон стартует только в сентябре, многие работники театра с удовольствием время от времени приходят на объект. Уже не терпится начать репетиции в новом формате. Возможности огромные. По сравнению с тем, что у нас было, это здание, самое главное, вот сцена, где вы находите рядом со сценой, там возможности неограниченные для нас. Самое главное, что мы дождались, что принимаем театр, самое главное, и что зрителей будет возможность тем радовать. И зрителям будет прийти, посмотреть, порадовать для детей, для взрослых. И это здорово должно быть такое здание. Главная цель нового здания театра стать настоящим городом детства. Со временем здесь заработают различные творческие студии, музей, детская комната и даже кафе. Что же касается театральных планов, то здесь задумок еще больше. Готовим новый проект, который называется «Книжный шкаф». Это такой фестивальный проект, где будут приглашены все профессиональные белорусские коллективы и зарубежные коллективы, гости из Польши, из Эстонии, из Украины. Я думаю, что в дни празднования тысячелетия у нас тоже будет очень интересно, весело, шумно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Итоги недели. Эта игра учит правильно оценивать свои силы, анализировать, логически мыслить, не говоря уже о том, что она развивает память. Как же точно подметил Анатолий Карпов, говоря о шахматах. И это неудивительно. Развитие интеллектуальных баталий на шахматной доске – один из самых массовых видов спорта в 107 уголках мира. Город над Бугом и здесь не стал исключением. К многочисленным фестивалям и конкурсам, форумам и выставкам, творческим встречам и деловым заседаниям добавились турниры и чемпионаты по шахматному мастерству. Кстати, об этом в виде спорта мы заговорили не случайно. Сегодня во всем мире отмечается Международный день шахматиста. История шахматного дела в нашем городе началась несколько лет назад. О том, как это было и чем сегодня живет шахматная элита в сюжете Юлия Селюк. Интересно, что для захвата вот эти черные ладони мы печатали сами на 3D-билдере. Была проблема в том, что у шахматных фигур диаметры оснований разные. И нужно было одним грипером как-то брать разные фигуры. 21 век – эпоха научно-технического прогресса, который коснулся и шахматного дела. Активное использование современных технологий в этой области позволило выйти брестским разработчикам на новый уровень. Создание уникальной и одновременно умной машины Анастасии наверняка уже вошло в историю не только Бреста, но и за его пределами. Робот-шахматист никогда не устает, всегда внимателен, и слово «поражение» для него пока мало знакомо. Впервые робот Анастасия был представлен на шахматном фестивале «Черная пешка», инициатором которого стала маленькая брещанка Дарья Скаморощенко. Идея, предложенная талантливой девочкой, была поддержана администрацией города. И сегодня фестиваль стал одним из главных шахматных событий в Бресте, который позволяет проявить нестандартность мышления. А это шанс добиться высоких результатов и в IT-сфере. Мы обратили внимание, что очень много IT-компаний сами предлагают свои инвестиции сюда, в организацию этого мероприятия, потому что это будущие айтишники, это будущие программисты, это будущее нашей страны. А потому работа летнего лагеря, «Черная пешка» шахматной направленности – уникальная возможность для юного поколения, начиная с детства, развиваться, прогрессировать и усовершенствоваться. И для того, чтобы научиться этой игре, нужно сочетать логику, математику, но главное – желание. Основная цель нашего летнего лагеря – повысить уровень шахматистов через игру, чтобы у детей было хорошее настроение, чтобы они отдохнули и физически, и прошли различные творческие мастер-классы, чтобы у них были конкурсы, веселое времяпрепровождение и при этом большое количество шахмат. Шахматы – нелегкий вид спорта, учеными доказано, а для организма умственная нагрузка гораздо тяжелее, нежели физическая. Именно поэтому спортивная составляющая летнего лагеря заставляет ребят переключиться на другую волну – волну активной деятельности. Шахматы – это очень сложный вид спорта, который требует длительной нагрузки, в том числе много времени спортсмен проводит в сидящем положении, поэтому физическая подготовка является неотъемлемой составной частью общей подготовки спортсменов. Одна неделя летнего лагеря заменяет примерно месяц занятий в шахматной школе. Для Варвары Рябцевой важно провести каникулярное время не только весело, но и с пользой. Девятилетняя девочка из Минска занимается шахматами с четырех лет. За ее плечами уже многочисленные чемпионаты. Мне родители предложили сходить на пробу занятия, и мне очень понравились шахматы, потому что мне понравилось там решать задачи, играть. Мне очень понравились шахматы. Я сюда приехала для того, чтобы, ну, во-первых, для удовольствия, во-вторых, чтобы можно получить второй разряд, а в-третьих, мне очень нравится лагерь «Черная пешка». Что касается Кирилла Богдановича, который преодолел сотни километров, чтобы укунуться в полной мере в насыщенную жизнь и теплую атмосферу лагеря, юноша сделал еще один шаг к осуществлению мечты стать гроссмейстером, статус которого предполагает немало сложных моментов. Он должен быть психологически устойчивым и терпеливым как бы. Я хотела бы равняться на Михаила Таля. Это наш шахматист из Латвии. Мне нравится, как он очень агрессивно играет в шахты. И красиво. В шахматы мне дали все, и любовь к спорту, и знания. Ну, я зарабатываю чуть-чуть на шахматах. В Белоруссии, Россия, Израиль и Франция, а также Германия профильные лагеря объединил детей от 4 до 14 лет. Программа этого места отдыха, как и в прошлом году, отличается содержательностью, насыщенностью и продуктивностью. Трехчасовые игры всегда закрепляются полуторачасовыми теоретическими занятиями. А чем год заканчивается, тренировки приостанавливаются, и как бы ты выбираешь, что делать. То ли тебе ничего не делать, то ли самостоятельно что-то искать, заниматься. А тут ты и с тренером, и с группой. Это интересно, и на свежем воздухе смена активности не дает унывать, приуныть. Ну, конечно, для шахматистов это здорово. Шахматы – это моя самая любимая игра. Шахматы – это мое хобби. Шахматы – это спорт, который развивает голову для математики в школе. Я очень люблю шахматы. Мне лагерь очень нравится. Здесь есть, мы можем что-то жарить на костре, стрелять из винтовки, всякие мастер-классы, природа, свежий воздух, очень хорошая компания. Ну, и шахматы в первую очередь. Ведь лагерь – шахматы. Большой интерес у детей также вызвал урок международного гроссмейстера Сергея Жигалка в формате сеанса одновременной игры. 20 детей, один ход, и так, пока не завершатся все партии. Кроссмейстер отмечает, для него эта игра, безусловно, новый опыт, ведь никогда не поздно учиться. Шахматы – это такая игра, которую очень важно, в первую очередь, любить. Вот любовь к шахматам, ну, и, естественно, конечно, большой-большой труд. Много надо работать, верить в себе, ставить определенные цели и потихонечку к ним идти. Шахматы учат анализировать каждый ход, просчитывать на несколько шагов вперед, видеть, какой результат предвидится, и принимать верное, правильное решение. Шахматный композитор и теоретик Пауль Керрис когда-то сказал, никто и никогда не рождался мастером. Путь к этому званию лежит через годы учебы, борьбы, радости и печали. Идут к своей мечте и не останавливаются на достигнутом воспитанники лагеря «Черная пешка». И, быть может, через несколько лет Брест порадует мир новым гроссмейстерам. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 22 июля погодные условия в стране в основном будет определять система фронтальных разделов, медленно смещающихся с запада на восток страны. Облачно с прояснениями, ночью с дождем, днем без осадков. Такая погода ждет брещан в понедельник. Ветер с северо-западного направления, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 18-24 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин